Здравствуйте, друзья! С вами снова Ольга Вишкина. Украина Пономеренко, организаторы первого международного онлайн-фестиваля «Чудо в сердце», на котором 57 самых лучших авторитетных и душевных спикеров из разных стран Европы, Америки, конечно, Украины и России, говорили на тему естественных родов. И если вас интересует эта тема, если вас интересует, как готовиться к естественным родам, что нужно сделать, чтобы родить естественно в роддоме, как подготовиться к домашним родам, как подготовиться к естественному родительству, то вы можете получить совершенно бесплатно записи всех вебинаров нашего фестиваля. Заходите на наш сайт proestro.com. А теперь мы предлагаем вашему вниманию продолжение лекции Мишеля Адена, а именно сессию вопросов-ответов. Начало этой лекции, которая 7 декабря 2014 года открывала наш фестиваль, можно посмотреть, пройдя по этой ссылке. А теперь встречайте, всемирно известный популяризатор естественных родов, врач, который первый в Европе создал родильные палаты с домашней обстановкой и бассейнами. Автор 13 книг на тему естественных родов, доктор Мишель Аден. Итак, давайте забудем о деталях. Просто скажем, что способ, которым матери сейчас рожают своих детей, угрожает будущему человечеству. Поэтому мы должны говорить о всех возможных решениях. И лучшее из решений – это совершенствовать понимание базовых потребностей рожающей женщины. Поэтому мы хотим поблагодарить организаторов этого фестиваля. Светлане и Ольге нужно сказать спасибо за содействие такой важной теме. Если у нас еще есть время побыть вместе, возможно, я могу ответить на некоторые вопросы и обсудить их с вами. У нас очень много вопросов к доктору Мишелю Адену. Все они очень глубоки и очень сложны. Can you select the shortest one? The shortest ones? Okay, we will do our best. We will try. Окей. Будем тогда самые... Очень интересный вопрос по поводу роли отца в родах. Расскажите, пожалуйста, из вашего опыта и наблюдений, какова роль мужа, отца, ребенка, на родах? Это актуальный вопрос в 2014 году. Поскольку сейчас происходит что-то особенное, все знают, что до середины 20-го столетия роды были делом исключительно с женственным. Благодаря своему возрасту я могу сделать обзор переломных моментов. В Западной Европе переломным моментом стал 1970-й год. И я могу рассказать, как это все началось. Это произошло из-за запроса женщин. Женщин, приезжающих в родильные учреждения, которые спрашивали акушерок, можно ли взять мужа или партнера с собой. В начале акушерки не знали, что делать. Они раньше с таким никогда не сталкивались. Это было что-то новое. Я помню, как некоторые акушерки звонили мне в 2 часа ночи и спрашивали. Женщина хочет взять с собой мужа, что делать? Акушерки никогда раньше не думали о такой ситуации. Мы можем интерпретировать эту ситуативную потребность как адаптацию к абсолютно новой ситуации. Это концентрация рожениц в больницах, которые становились все больше и больше. В то же время, акушерка стала одним из членов медицинской команды. Тогда как раньше акушерка традиционно была автономным, независимым лицом. Поэтому мы можем интерпретировать данное требование. Но сложно было предугадать, насколько быстро эта потребность может трансформироваться в доквитрину, в догму. Некоторые пытаются объяснить, почему так происходит. Например, нам объясняли, что участие в разводах укрепляет семейные связи, и так можно уменьшить процент разводов. Нам также объясняли, что папа родной человек для мамы, и если он будет присутствовать, это сделает роды мерочек. Поэтому сегодня, в 2014 году, мы можем сказать, что не все так просто, как мы думаем. Мы можем наблюдать, что теоретики не подняли многие вопросы. Теоретики не понимали, насколько комплексным и сложным это все является. Например, можно привести вопросы, которые не были поставлены в 70-х. Один из них – это сексуальная жизнь пары, если отец ребенка присутствовал при родах. Это сложный вопрос. Поскольку вопрос сексуального влечения является загадочным. В целом, мы осознаем, что сексуальное влечение нуждается в некоторой таинственности. Чрезмерное показывание может иметь побочные негативные влияния. В начале появления этой новой доктрины единственные люди, которые озадачились этими вопросами, были женщины из предыдущего поколения. Женщины, которые рожали детей в 20-х, 30-х годах в домашних условиях. Когда им рассказывали о поведении современных пар, то реакция была у всех одинаковой. Они говорили, я не могу себе представить, чтобы муж смотрел на меня в то время, как я рожаю ребенка. Это было правильно спрашивать. Это был правильный вопрос в правильное время. Присоединяйтесь к нам, регистрируйтесь на сайте, становитесь нашими подписчиками и получайте самые свежие, самые актуальные новости от нашего фестиваля. Сегодня мы будем информировать о наших новых проектах, о наших новых идеях, будем давать ценный контент, статьи, какие-то видеоматериалы, какие-то полезные ссылки. Будьте с нами. А теперь нам пора прощаться. С вами была Ольга Вишкина и Светлана Демьянова-Понаренко из Украины и наша звезда, наш добрый друг Мишеля Ден из Великобритании. Всем пока.